Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 апреля. Сейчас посмотрим комментарии и вопросы, если есть в последнем видео. Кто смотрел, тот знает. Вчера я выложила видео о том, что я уже начинаю сейчас готовить тоннели к высадке. И о том, что у меня томаты много-много лет всю жизнь растут на одном месте. Вот все комментарии преимущественно по этой теме. Но некоторые еще про замерзшую рассаду всплывают, но это уже у нас не актуально, она уже почти вся жила. Вот про высадку, вот такую раннюю в конце апреля в открытый грунт рассады в тоннеле. Очень много комментариев. И что меня удивило, много комментариев таких, что люди уже применяют некоторый этот метод. Кто-то не приемлет вообще. Ну как всегда, все мы огородники всегда так устроены. Сразу же все сообщество разделилось на две части. Первые, которые говорят, ой, я использую, у меня получается. И вторые, которые всегда говорят, все замерзнет, все погибнет. Так, вот Катя Кантаева пишет, живу в Сибири, между Красноярском и Иркутском. Пробовала сажать в тоннели, высаживала в мае. Пленку положила в два слоя, примерзли. На неделю встал холод, земля промерзла, в течение двух дней подмерзли мои томаты, отстали в росте. Сейчас только в парник. Вот вся проблема в том, что вы, наверное, в один слой делали. Я уже рассказывала, что я делаю двойные дуги, и между ними вот эта воздушная подушка, даже если понижается температура, она не дает пробраться до первого укрытия. Вот эта именно воздушная прослойка, она очень важна в тех районах, где действительно бывают сильные морозы после этого. Вот Сергей Лунин пишет, а какую рассаду собираетесь высаживать в тоннели? Дубки, а ивушки где? Ивушки будут в теплице стоять. Высаживать будут дубки. Все сорта я называла, но завтра буду называть еще раз, которые только толстоногие, только с мясистыми листьями, только те, которые при ноле не погибают. Но это естественно. Где же какие ивушки высадить? Вот сюда я даже не представляю, выкинуть вот этих ивушек плакучих на такой мороз. Они через два дня, конечно, все погибнут. Я это прекрасно понимаю, я отсортировываю их, я же не бездумно высаживаю. Это все уже многолетним опытом проверено. Никаких высоких, потому что потом горят макушки, когда они дорастут до потолка, до пленки. И никаких тонких, таких нежных. Ну вот к этому еще в замерзшей рассаде пишут все эпином обрызните. Просто иногда не смотрят люди дату этого видео. Уже прошло 4 дня. И, конечно, вот Ольга посоветовала, спасибо за совет. Но прошло уже 4 дня, и он не пригодился бы уже, конечно, поздно. Но все я уже сделала. Вот Светлана Давыдкина пишет, землячка моя, что Оля, спасибо, все куплено, подготовлено для посадки в тоннеле. Будем дерзать. Вчера купили первую теплицу. Занимаемся сборкой и установкой. Но я вот пишу, Света, рада за тебя. При появлении теплицы у нас возможность появляется работать больше и дольше. Я вот пишу, выращивать теплицы одно удовольствие. Можно работать и в дождь, и в снег. Когда у меня не было теплицы, как обычно, выйдешь что-то сделать, хочешь в огороде, раз ветер подул, дождь пошел и убегаешь. А тут хоть дождь, хоть снег завывает, можно в теплице делать луночки, можно там копать землю, можно еще чем-то заниматься. Я всегда выношу, когда плохая погода, я в теплице пикирую, томаты пересаживаю, в стаканчики, можно стаканчики подписывать. Теплица это как второй дом для огородника. Вот пишет Елена, вы большая труженица. Так, ну это вот про комментарии, что умные комментарии в кавычках пишут диванные зрители, которые не понимают. Ну и тут же вот она пишет, что рассада не переживает, только минус. Вот я и говорила, что у меня плюс трех замерзло. Я уже это в последующих видео, когда я проанализировала спокойно, через день-два вот эту всю ситуацию свою, я уже поняла, я сказала, что возможно температура была ниже той, которую я указала, возможно даже ниже нуля. Потому что некоторые листья обварились так, что при плюс трех, плюс двух они прихватываются, но так не сгорают листья, а эти прям как от кипятка. Скорее всего там было холоднее у меня в теплице. Наталья Явлеева пишет, что правильно делаете, что читаете отрицательные комментарии, без них скучна жизнь, мы вместе с вами смеемся. Ну сегодня тут есть один матершинник, завелся сейчас, если дойдем до него. А, хочу сразу предупредить. У меня, я же, у меня нет профессиональной видеокамеры, я вот с фотоаппарата все работаю, и там места не так много. Если сейчас через какое-то время неожиданно прекратится запись, ну значит все, считайте, что сеанс закончился, я не успела попрощаться и все. Потому что я не могу, у меня вот по техническим причинам не очень все еще налажено. Так, ну вот пишут опять про невозможность вот всего оборот соблюдать, пишут, что земли всего 4 сотки, на которых и дома, и парковка. Вот и ходим вокруг, узкие полоски между домом и забором засаживаем. Такая ситуация у многих. Пишет Галина Купрюшина, какую минералку в лунку заправляете? Вот смотрите, у меня много вариантов, я в прошлом году показывала, сейчас как только начну готовиться к высадке, я обязательно покажу. Я уже первую показала партию, иногда кладу рыбную муку и золу, и на этом ограничиваюсь. Иногда добавляю, есть фосфорно-калийные удобрения прекрасные, потому что у нас участок старый уже, почва бедная, песчаная, без каких-либо добавок, все равно не обойтись. Или натуральные, или вот такие минеральные, фабричные, что-то обязательно добавляю. Но вариантов очень много, и вот по мере того, я вот что делаю, об этом рассказываю. Сегодня, завтра пойду делать лунки уже для теплицы, высаживать туда для раннего урожая. Я все, что буду добавлять, я все покажу вам. Но вот в первые лунки, они у меня уже заправлены, я добавляла туда понемножку суперфосфата и калия, сернокислого, по-моему. Так, вот Ягодная деревня пишет, вот именно для этой зрительницы, я вчера снимала, что огурцы с желтой каймой и деформированные семидоли, пишет спасибо, но я вот ей пишу сообщение, и всем хочу сказать, если у вас вот такое вот Ягодная деревня, например, вы называетесь, вы когда в сообщении пишете, вы хотя бы указываете имя. Я когда вчера снимала, мне было очень неудобно, как обращаться, что мне вот написала деревня, и вот снимаю видео для деревни, это очень непонятно, и я вот ей написала, что неудобно обращаться к вам в деревне, я для вас сняла видеоролик, ну вообще, конечно, если у вас, ну, сообщайте все равно имя. Вот опять пишет про замерзшую, я бы их эпином неоднократно опрыскивала, мне кажется, что они не насмерть замерзли, все это уже, да, я опрыскивала эпидетим, после этого сделала опрыскивание, там все уже более-менее. Ну вот опять чисто такой наш уже традиционный вопрос, зачем вам столько рассады на продажу? Хочется спросить, а зачем вам эта информация? Вам она как-то поможет в выращивании, как в введении огорода или что? Нет, не на продажу. Дальше угадывайте с трех раз, зачем так много рассадов? Так, Елена, просто так часто вот этот вопрос задается, а вам для продажи? Ну, хотя в каждом втором ролике я всем рассказываю, что это для производства семян, выращиваю много сортов, вот вчера только были видеоролики, вот хоть сообщения рассылай, для чего я и сколько выращиваю, чтобы на эти вопросы не тратить времени. Елена пишет, Оля, большое спасибо, развеяли мои сомнения, живу в Подмосковье, хотя еще заморозки ночи, сегодня высадила уже в теплицу баклажаны, перцы, а томаты неделю назад. Но вот я делаю наоборот, я в первую очередь высаживаю томаты, потому что я считаю, что они более к холоду такие терпеливые, а потом уже высаживаю баклажаны и перцы, но это, только хотела сказать, это зависит от того, есть отопление или нет, но пишет, отопления нет. И завтра по вашему методу высажу, наверное, вот на улицу, маленькую рассаду в грунт, своевременная подсказка. Но при высаживании, вот при всех этих ранних высаживаниях я всегда говорю, что будьте осторожны, смотрите прогнозы, у вас на готове всегда должны быть дополнительные средства утепления, и вот моя любимая фраза, что если я высаживаю свою рассаду, значит я должна полностью нести ответственность за ее дальнейшее комфортное существование, то есть при морозах, при заморозках я должна иметь все подручные средства, чтобы как-то спасать ее, ну а потом, если что, реанимировать. Лилия Вальтер пишет, какой же это жестокий метод, если в результате получается жирная, довольно крепкая рассада. Опыт в этом деле самое важное, и если опыт положительный многолетний, то для Сибири он находка. Вот пишет, интересно бы в тоннель, если сухими семенами посеять, в какой период они начнут оживать, и вот тут уже пишут, что отличная идея, но я, если честно, под зимой посев ни разу не пробовала, мне хватает этого, но еще под зимой не пробую, потому что осенью все это холодно, и в холоде возиться, у нас осень иногда приходит очень быстро, очень рано, и я успеваю только лук под зимой посадить, если еще с помидорами осенью возиться, если честно, боюсь простыть. Уже несколько раз было, георгины там выкапываешь, или что осенью, простудишься, потом болеешь долго. Наталья Тулинова пишет, Оля, третью ночь прогноз не соответствует. А, ну вот что прогнозы, которые мы получаем, не соответствуют реальному прогнозу, как я поняла, сравниваю три информационных потока, я тоже всегда на трех смотрю, и все врут. Вот, ну, то, что у нас синоптики не угадывают погоду, это у нас мы уже привыкли к этому, но немножко так ориентируемся, все равно вот когда предугадывали они похолодание сильно, вот этот ледниковый период, у нас сошлось, пришел этот холод, который ожидался. Вот пишет Света, здравствуйте, да, я с вами согласна, я всегда так сажу, мой муж сделал парник, крышка открывается, еще удобнее, пока не станет теплей. У нас так растут в этом году еще и огурцы, и цветы там, но огурцы я никогда не высаживаю, потому что боюсь, вот эту жалко рассаду, которая для раннего урожая, она же уже такая здоровая, если замерзнет, то не успеваешь пересеять. Ну, томаты, я знаю, что они выдерживают, огурчики как-то, я думаю, что они более капризные. Но есть люди, которые приспосабливаются и огурцы высаживать так рано. Вот пишет Надя Копейкина, вот это важно, хочу я посильнее, поразвернуть ее, сделать ответ. А по лунному календарю рекомендуют сажать 8 мая, как быть? Ну, до 8 мая, извините, еще у нас целая неделя. Я вот сейчас специально посмотрела наш лунный календарь, и здесь, сейчас если смогу показать, то покажу. И здесь, смотрите, за апрель я смотрю только неблагоприятные дни, вот написано. С 18 по 20 не рекомендуется, и дальше 27, 28. Остальное, все, что не запрещено, то можно. И я всегда, я уже говорила несколько раз, всегда действую вот по этой фразе. Не всегда есть возможность заниматься работами в указанные дни лунного календаря. В таком случае можно сеять или заниматься пересадками и в другие дни. Но нужно учитывать, что в новолунии и полнолунии никакими огородными работами заниматься нельзя. А так как у нас 19 прошло полнолуние, теперь вся вот эта неделя, она не запрещена. И я вот хочу заметить, что раньше я когда жила в деревне, ну кто смотрел на этот лунный календарь? Весна приходит, все с утра до вечера, все или на работе, или на своих участках, и поля засеивали, и огороды садили. Я не смотрю, у меня весной очень много работы, работаю каждый день. Ну вот я так написала, что не смотрю на лунный календарь, но иногда, если есть время, могу выкинуть, например, новолуния, полнолуния, не работаю с растениями, а копаю землю или там перегной нужно принести. Ну вот пишет другая Баля, по-моему, или как, если вы не работающий человек, живите по лунному календарю, а мы с работой на грядке, некогда на него смотреть, у Ольги вообще работы не продохнуть. Ну вот это да, потому что работы много, стараешься не смотреть на этот лунный календарь. Как я заметила, когда бы что ни садил, всходит все нормально, и никаких вот, ну я разницы не замечаю, но если честно, я, конечно, исследований никаких не проводила. Ой, что-то я шепелявлю, у меня зуб вчера выдернули, если честно, так сложно говорить. Так, Надежда Коробкова пишет, Ольга, вы рискованный человек, никому к этому не призываете, там такого написали, как могла одного мужика образумить. Вот сейчас до этого мужика матершинника дойдем, я в шоке, но как маты набирать? Так, Валерий Пряхин, начните с того, где вы живете, область, а то завтра под Якутском бросятся высаживать томаты. Ну это их личное дело, я считаю, если с головой не дружишь, то можно, конечно, разгрести сугроб, там разбить каким-то этим ломиком, лед убрать, всковырять немножко землю, где и высаживать томаты. Но я думаю, что все-таки среди большинства так думающих людей, и если у вас, я специально вышла с листком, с прогнозом и говорила, как я выбираю день для посадки, когда три дня и днем и ночью плюс, чтобы земля прогрелась. Но если кто-то думает, что можно и в снег под лед посадить, пусть попробует, зато это будет опыт. Как говорят, что отрицательный опыт, это тоже опыт, значит в следующий раз не будет так делать. Лилия Лебедева пишет, верю, что у вас все получится, заряжаете позитивом. Про замерзшую до сих пор еще пишут, ужас, просто ужас. Хотя я там ссылку к этому видео дала, как она выглядит через два дня, там уже не такой ужас. Вот это вот пропущу, тут написано что-то доза 1 грамм на литр воды или как. Это про бордосскую, ой, про бурную кислоту. У меня все записано в тетрадке, если честно, я на память не помню, вот сколько именно, не буду говорить, боюсь ошибиться. Я когда буду делать, еще раз все повторю, но сейчас у меня нет этих сведений. Вы понимаете, что в голове все запомнить нереально. Я о сортах, о характеристиках, то, что в словах я помню все, но в цифрах, вот сколько грамм на литр каждого вещества, конечно, я не запоминаю. Зачем мне голову забивать? Все это на инструкциях есть и в тетрадках записано. Наталья Петренко пишет, я тоже пробовала сажать под дуги рано, мне понравилось, но дуги брала очень низкие, а боковинки заваливала землей. Я всегда заваливаю землей, прикапываю обязательно. Вот, закрывала половиками. Так. Тут опять про то, что подгорев сожженная рассада подмерзшая пишут. Вот пишет Людмила Дацкевич, здравствуйте, делаю так много лет, живу в Тюменской области, только грядки высокие, высаживаю рассаду, туда же сею огурцы капусты, а в июне просто подкапываю и рассаживаю. Ну вот тут у нее спрашивают, как посадить, подсеять капусту огурцы по датам, это они уже там, у них районированные консультации по их району. Вот пишет Лариса. Ольга, отличная информация, спасибо. Я не религиозный фанатик, но боюсь работать на огороде в Страстную пятницу и последующие праздники, Пасха, а вы не придерживаетесь запретов? Я сначала сейчас комментарии прочитаю к этому вопросу, а потом свое мнение выскажу развернуто. Вот Юлия пишет, Мазычук, что в Страстную пятницу работать можно, а вот в первый и второй день Пасхи нет, а дальше, пожалуйста, садите на здоровье, в деревне день весны год кормит, отдыхать некогда, все нужно успеть. Таня Ионова пишет, работать никогда не грех, и Антонина Ковтун замечание делает, за исключением великих праздников. Вот смотрите, мое отношение, я тоже не религиозный фанатик, мое отношение такое. Праздники, конечно, в Пасху я никогда не придумываю выйти в огород работать, но это потому, что, во-первых, и внук приезжает, гости тут, и более праздничное такое. Я считаю его действительно праздником таким же, как Новый год. Но про остальное мне не нравится, когда человек, вот такой, как я, например, который ни за утреннюю не ходит, ни в сеночную не стоит, не молится где-то там в уголке, потом эти все посты не соблюдает. Вот это, ничего не делая, вдруг решает, что все вот эти вот, ну как сказать, короче, делать для церкви ничего не хочет делать для такой веры, кто действительно набожный. А в праздники, пожалуйста, я работать не хочу. Тут уж должно быть так. Так, если ты хочешь соблюдать все вот эти вот запреты на работу, в тот день работать нельзя, и в этот день работать нельзя, и в этот день работать нельзя, и все праздники, и все, ты тогда должен что-то за это отдавать. Ты тогда ходи молись с той службы, учи молитвы, все. Раз мы, вот я про себя лично говорю, раз я всего этого не делаю, я считаю вот эти праздники для себя не такими уж как заслуженными, потому что эти праздники должны соблюдать действительно те люди, которые вот полностью вот такие вот фанатики религиозные, конечно, они не пойдут работать. А для нас мы более, как это есть выражение, как более светские люди, что ли, мы в церквях не простаиваем дни и ночи, значит нам эти праздники, и мы не должны соблюдать, ну не то, что не должны, не обязательно Пасху соблюдаю, еще какой, ну вот Троица есть летом, на Троицу тоже не работает, а вот про то, что, например, Страстная неделя, я буду работать всю неделю, потому что если мы будем весной соблюдать все вот эти вот, то у нас вербное воскресенье, нам работать нельзя, а потом Пасха нельзя, если еще Страстную неделю нельзя, мы будем сидеть вот так на заваленке, подбольшенившись, и ничего у нас не вырастет. Я только самые большие праздники, когда действительно вот эти народные гуляния и все, а такие маленькие, много же праздников, в которые действительно верующие, люди не работают, не выходят, но мы даже о них и не подозреваем, мы работаем, и ничего, вера верой, но если ты не такой, как вот правильно сказала зрительница, религиозный фанатик, иди и работай, раз ты молиться не хочешь, не хочешь пост соблюдать, значит иди поши в огород, это я про себя, все. Галина Мешкова, добрый день или вечер, я тоже более 10 лет выращиваю томаты на одном месте, участок 3 сотки, так ничего сделать невозможно, все растет. Ну вот к этому видео я могу сделать вывод, что когда вот новички у меня начинающие спрашивают, некоторые действительно начинают, начитаются вот этих статей и уверены, что если они здесь вырастили томаты, то на будущий год выращивать уже на этом месте нельзя, ничего не стоит, ничего не получится. Почитайте, пожалуйста, комментарии, большинство людей, которые вот ограничены такими маленьким количеством соток, 6, 5, даже 3, даже 2, они вынуждены на одном месте выращивать, и все прекрасно получается, так что я не знаю, вот большинство информации, которые в статьях мы читаем, жизнь-то их опровергает, и оказывается, вот все, что это написано, оно почти все, ну не то, что неправда, они соответствуют действительности. Конечно, хорошо чередовать там лук, чеснок с томатами, но растут томаты и на одном месте прекрасно. Вот Ларика пишет, привет, Салтай, Ольга, по-вашему получается, что все должны выращивать в тоннелях, по вашим словам, рассада выращена другим способом слабее, просто говорите только за себя. Ну вот, смотрите, такое впечатление, вот Лариса к вам обращается, что вы и не смотрели этот видеоролик, и вообще не слушали, что там, там говорится все с точностью до наоборот. Я наоборот говорю, что я никого не призываю, я рассказываю только, как я делаю сама, тут написано, просто говорите только за себя, а я за вас что ли говорю? Я и говорю за себя, что я много лет выращиваю, что многие уже так делают, и вот вы читали комментарии, очень странно читать такие комментарии вот под этим видео, вот все наоборот, я как раз и говорила, что, и в статьях писала, что только тот может это делать, кто может рискнуть, кто готов вот к таким экспериментам. Это, да, первый раз, это для каждого человека эксперимент. Так, ей пишут, Лилия Лебедева пишет, по-моему, Ольга как раз и говорит, что она так делает, а вы делайте, как хотите. Вот действительно, я еще в конце сказала, что я никого не призываю, но обычно люди не досматривают, вот поверхностные, посмотрели 2-3 минутки, хоп, все, она сформировала мнение, которое совсем не соответствует этому содержанию видеоролика. Светлана Волк пишет, разве вас принуждают, делайте, как вам удобно. Антонина Ковтон пишет, Оля выращивает и в теплице, и в тоннелях, и сейчас ей есть чем сравнить и рассаду, и урожай. Она уже тысячи раз говорила обо всем. Да, я повторяюсь года в год. Вот, если вас действительно интересует эта тема, зайдите на канал, посмотрите, сопоставьте ваши условия, ваши задачи, и только потом можете писать или задать вопрос. Так будет по-честному. А так на фото красивая женщина, а комментарии легкомысленные, не отражающие суть проблемы. Вот это вот правильно выражение, вот это точно, он не отражает, и не отражает сюжета, видеосюжеты, не отражает суть проблемы, и как раз все наоборот. Вот все, что я говорила и рассказывала, она почему-то по-другому все это восприняла. Но это из-за того, что смотрят первые две минуты, а в конце иногда я когда подвожу итог, и когда говорю, да, это вот не всем подходит все, вот это люди не слушают, а потом, вы зачем заставляете всех высаживать? О, боже мой. Так, Кедровая Поляна пишет, Оля, вы продаете семена? Если да, то как, почем? Ну я сразу говорю, что до весна и лета ни о каких семенах, я даже ни комментарии не пишу, ничего. Разговор о семенах будет тогда, когда семена эти вырастут. Пока что я их пытаюсь выращивать. Вся информация о семенах будет с 1 августа, будут каталоги, будут цены и все. Есть информация старая, вот прошлого года, отлистывайте назад и смотрите, кому интересно и кому не терпится. Есть и каталоги, видеокаталоги, когда я описываю, все рассказываю, информации очень много. Наберите или как заказать семена, или каталог. Так, Елена мама пишет, Оля, вы в тоннель высаживаете в конце апреля, тогда и в холодные теплицы можно подокровной на ночь укрывать, днем открывать. Так я вот про холодную теплицу и говорила, что я тоже в это же время в конце, вот 25-22, короче, всю эту неделю у меня будет высадка. Буду и в тоннель высаживать, буду и в теплицу высаживать, буду стараться все показывать. Может быть ролики не своевременно выйдут, через день или через два, потому что у меня интернет очень медленный. Я наснимать наснимаю, а выкладывать не успеваю. Поэтому вот сегодня выкладываю, который снимала дней 10 назад, как от сорняков в теплице избавляться, потом про баклажанчики маленько. Потом, как у меня ранние посевы редиски и капусты взошли, это было снято еще до холодов. Потом более актуальные ролики их как вытеснили, я решила, что про холод нужнее, а их отложила в сторону. Ролики буду все снимать, но если что, на 2-3 дня могут позже они выходить. Вот Ната пишет к этому, что я в холодную теплицу уже начала высаживать, живу в пригороде Екатеринбурга. Две недели назад, вот у нее тетя высаживала, все отлично перезимовало. Высаживать в холодной теплице, конечно, можно, но тут нужен пригляд за ними. Вы понимаете, что у нас температура скачет, и если будет похолодание, то нужно, чтобы было у вас чем прикрыть. Да, вот не тканка, можно сверху еще пленка полиэтиленовая. И если есть возможность, то лучше и обогреватель включить. Вы знаете, что вы высаживая вот в такие ранние сроки, вы всегда рискуете, и вы должны за ними следить. А, вот он матершинник, Иван Ветров. Ну вот Иван Ветров у нас прославился на всю страну. Не знаю, есть ли у Ивана Ветрова дети, жена и женщины. Он, наверное, привык вот так обращаться с женщинами и вообще с окружающими, когда пишет, вот прочитайте матерок, короче, ерундой занимаетесь, но на букву Х. И все. Такой вот, знаете, комментарий прям, это, очень важный. Ирина Иванова пишет, вам этого не понять. А Ирина Калмапкова пишет, точно. Все ей занимаются, а потом еще помидоры жрем, мучаемся. Мне вот это понравилось. Да, бедные мы такие. Сейчас мы занимаемся, а потом еще куда-то урожай девать. Иван Ветров вот тут сподобился, немножко расширил нам комментарии. Но опять же, в оскорбительном таком тоне. Я о ранних сроках высадки в зонах с рискованным земледелием 24 апреля в необогреваемых теплицах. Это мартышкин труд. Ну, про мартышкин труд я уже говорила, некоторые пишут мартышкин труд. Я два хочу комментария вот про мартышкин труд. Во-первых, я говорила всегда, что труд именно мартышку превращает из мартышки в человека. Если вы потрудитесь, вы тоже человеком станете. А во-вторых, любой труд на земле, любой, он считается благородным, работать с землей. Ну, как можно вообще это назвать мартышкиным трудом? Вот человек занимается с землей, делает то, что ему нравится. Называть это мартышкиным трудом, это не то, что, ну как, оскорбление меняет. Я считаю, что оскорбление вообще всей нашей земли. Вы живете на этой земле и считаете это мартышкиным трудом, это вообще ужас. Светлана Волк пишет. Ольга не первый год занимается, у нее есть опыт, а выражаться это хамство и неуважение к себе мужчины. Бабы пишут, а мужики вот этой вот страдают. Пишет Надежда Коробкова. А без мата что не можете? Вот Надежда и Светлана, я хочу вам объяснить, что, наверное, среди, в окружении вот этого Ивана Ветрова женщин все-таки нет. Иначе они его научили бы. Если вот у вас, если женщина есть у этого Ивана Ветрова, пожалуйста, сделайте ему замечание, как нужно вести себя в женском обществе, вообще на людях. Он не только себя позорит, но и вообще всю, наверное, свою родню до пятого колена. Ну а я написала просто, что ему ответила. Присутствие в ваших комментариях мата обесценивают все ваши высказывания. Мартышкин труд это сидеть и набирать на клавиатуре матерки. Интересно, вы печатаете слепым методом или одним пальцем сидите, вот букву Х набиваете? Мне вообще интересно, как можно сидеть на компьютере и целенаправленно маты набирать, вот так печатать. Это же такой адский труд. Это ладно, когда у человека вскользко где-то промелькнет, это еще, а это ведь целенаправленно сидеть и буквы Х вот эти искать. Так он и переживает, вот Елена Прекрасница пишет, что жена затюкает с посевной. И Ольга Павловна по такому графику далеко не первый сезон высаживает. А я считаю, что таким мужчинам вообще нам не место. Завтра я его, наверное, буду удалять. Я сначала хочу, чтобы он прочитал все наши комментарии, они сейчас к нему придут, а потом мы его заблокируем. Ну и мы заблокируем его не из-за того, что он не согласен своим методом. Я всегда говорю, пожалуйста, если у вас спорные мнения, не похожи с моим, ну пишите, будем обсуждать. Не всем, и я сразу говорю, что это не всем понравится, не всем подойдет. Вот я еще вчера сказала, будет много гневных комментариев. Мы его будем блокировать только потому, что матов на этом канале никогда не было и не будет. Это вообще, у таких людей даже растения не должны расти. Кто вот так говорит, что труд на земле это мартышкин труд, что это все на букву Х. Вот на таких, у нас создалось такое общество доброжелательное, помогаем друг друга, советуем, поддерживаем. А тут раз Х такая вылезла, не будет его у нас. Завтра я его удалю. Иван Ветров, есть такой Иван Ветров, который не боится материться во всеуслышание и вообще показывает, какой он невоспитанный человек. Все, я буду прощаться. Тут уже сигнал мне дала камера, что сейчас все заканчивается. Так, вот пишет еще Надежда Уткова. Я тоже попробую, мне очень интересно, что же получится. Блин, это так увлекает. Хорошо, что вы у меня есть. Высажу 10 или 20 корней. Спасибо за подсказку. И вот хочу вот на этой позитивной ноте закончить, потому что вот после этого комментария Ивана Ветрова, по-моему, да, как раз он кстати, он-то считает это мартышкиным трудом, но много людей, которые увлекаются, хотят поэкспериментировать. И не беда, если, например, в первый год что-то не получится. Это своеобразная такая закалка огородника. Это не только закалка томатов, которые мы выкинули на холод и ждем, выживут, не выживут. Это закалка огородника. Я всегда говорила, что у нас должна быть вот такая устойчивая психика. Вы видите, какая у меня устойчивая психика? Я не психую, я не расстраиваюсь, я уже не плачу никогда ничего. Потому что многолетняя вот такая закалка огородника, она делает человека устойчивым, стрессоустойчивым. И тогда уже никакие вот такие неприятности нам ни по чем. Вот сейчас я на примере, вот, например, Надежды Утковой расскажу, что вот она высадит 10 корней. Если у нее получится, она будет очень рада. Она получит такое удовлетворение. Это вот то же самое, что как на гонках вот эти гонщики получают адреналин, а у нас у огородников тоже своеобразный вот этот зеленый адреналин. Если она у нее вырастет, то получится такая толстая, зеленая, красивая. Человек получит такой заряд позитивной энергии, хватит на все лето. Но если же у нее не получится, она уже готова к этому. Я уже предупредила, что может замерзнуть и все. У нее, значит, будет опыт. Вот исходя вот из своих ошибок этого года, она проанализирует, скажет, почему так получилось. Вот, наверное, вот может быть нужно еще одно укрытие, может быть нужно сделать отступ подальше от дуги. Как я говорила, я 10-15 сантиметров отступаю, чтобы если даже холодно, чтобы они не соприкасались. И вот проанализируя эту ситуацию, она на будущий год, может быть, попробует еще раз. И на третий год или на второй, когда все получится прекрасно, человек получает такое удовлетворение от работы над собой, от работы над ошибками, от того, что он все это освоил, осилил и что он всему это научился, до всего дошел этого. Вот это чувство победы, оно незаменимо у нас в огороде. Все, до свидания, буду прощаться. Я про огород, конечно, могу говорить вечно, но нам нужно работать и мне, и вам. Все, до свидания, пошла делать тоннели, все вам буду рассказывать, желаю вам успеха. И, конечно, желаю, чтобы в этом году ни у кого ничего ни разу не замерзло, ни одной штучки. Но даже если замерзнет, можно обрезать и вырастить через пасынок. У нас всегда есть выход. Огород это такое дело, что можно что-то всегда придумать.